Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня у нас покупки, обновки к новому сезону. Конечно же, к весне у меня есть несколько очень интересных, шикарных находок. Обязательно оставайтесь со мной и поехали! Не так давно мы вместе с вами были на шоппинг-влоге, где в Заре я примеряла джинсы, которые заказала. Но тогда я сказала, что на мне они мне не нравятся, что это, скорее всего, не моя модель. Я почитала, что думаете вы. Многие рекомендовали мне взять на размер больше. Я так и сделала. Это 36 размер, и вы были правы. Сейчас в области бедер появился как будто воздух, такое пространство. Благодаря этому фигура смотрится более хрупкой, такой утонченной. Да, в талии они мне чуть-чуть широковаты, но я без проблем надену пояс. И по длине теперь они слишком длинные. Но это хорошая новость для тех, кто выше, чем я. Мой рост 1,62 м. Для меня это всегда был такой вот средний рост. Но когда я встречаюсь с другими девчонками, очень часто я самая низкая. В общем, не суть. Эти джинсы на высокой посадке. Мне это как раз очень нравится. Ничего не будет поддувать. И также они прямо в пол. Это очень здорово вытягивает силуэты. Когда я буду их укорачивать, я учту этот момент, чтобы не сделать слишком короткими. Как всегда, ссылки я оставлю в инфобоксе. Ну а мы с вами продолжаем. Также в образе с джинсами на мне новая водолазка, в которой мне хочется жить. Настолько она мягкая и приятная к телу. Это нечто. Бренд I'm Klo. Цвет бежевый. И у меня размер XSS. Я хочу вам сказать, что с брендом я знакома давно. У них свое производство в России. У них огромное количество таких лаконичных, стильных, базовых вещей. То есть, нет чего-то такого вот хайпового. Они больше за то, что будет служить годами. И по качеству это вот такие вещи. Поделюсь с вами контактами внизу. Некоторым свитерам, о которых вы постоянно спрашиваете уже пару лет. И они с годами не теряют свой внешний вид. То есть, они не скатываются, они не выстирываются. Они просто вот выглядят как новые до сих пор. И теперь водолазка станет еще идеальным дополнением для моего весеннего гардероба. Хочу отметить то, что несмотря на то, что она как бы сидит по фигуре, она не подчеркивает недостатки. То есть, она не слишком обтягивает это раз. Второй момент это то, что трикотаж не тонкий. То есть, он не настолько плотный, чтобы в нем было невыносимо жарко весной. Но он смотрится прям благородно, знаете. И также длина у нее хорошая. То есть, можно и заправлять, и носить на выпуск. Как только пожелайте. Из своего же шоппинг-блога я заказала лоферы из Зары. Вот знаете, что называется припекло? Нужно было поискать более качественные, кожаные. Потому что это кожзам. Но мне настолько хотелось, что я не устояла. Тем более, что сначала они казались мне такими дубовыми, супер жесткими. И отчасти это тоже факт. Но ноге абсолютно комфортно в них. Я не знаю, как это возможно. Но нормально. Ничего не жмет, ничего не трет. Я пробовала носить ее дома, и все окей. Сейчас такая модель обуви супер актуальна. Это модно, это стильно. И мне нравится, как это выглядит с джинсами, с брюками в пол, когда они немножечко так выглядывают. Пока что не пробовала их надевать с платьями. Но все еще впереди. Еще хочу вам сказать, что обычно в Заре обувь на плоском ходу я заказываю в размере 38 на 37,5. А здесь 37 сидят хорошо. Немного скрипят, но мне захотелось. Поэтому буду ждать теплых деньков, чтобы носить их. Конечно, выглядят они круто. Было бы хорошо найти такие в коже. Но, наверное, я буду довольствоваться тем, что уже купила. В целом, окей. Сумки племени мы продолжаем носить. Они, кстати, входят в базовый гардероб. Почему? Пельмень. Пельмени же круглые. Это все-таки больше вареник. Ну, не знаю. Сумка у меня из H&M. Она не гладкая, остеганная. И она настолько мягкая, что даже не сразу понятно, что это кожзам. Все-таки удобнее, когда сумка имеет какой-то ремешок. Здесь он тоже есть, но выглядит так дешево. Поэтому я буду носить таким образом. Кстати, так мне даже больше нравится. Эта сумка не на каждый день. Базовые модели я приобретаю в коже, более качественные. А когда мне хочется немного разбавить свой базовый наряд чем-то актуальным, чем-то вот таким свежим, я добавляю аксессуары разнообразные. Это не очень затратно. И тем более таких аксессуаров можно иметь несколько и сочетать также по-разному. Сумка кайфовая, мне нравится. И я осознала в прошлом году, как-то дошло до меня, что даже летом я часто ношу и черную обувь, черные очки и черные сумки. Поэтому очередная черная малышка для разнообразия в моем сумочном ряду. Я, как главный человек жакет, конечно же, не могла не обновить свою мини-коллекцию жакетов к весне. Я шучу, но жакет для меня это настоящая база. Мне нравится иметь разные цвета. И часто ими я заменяю джинсовую куртку, когда становится теплее даже кожаную куртку, косуху или легкий плащ. Это как-то хорошо собирает образ, это уместно смотрится в городе, навстречу, когда едешь в гости. Когда не знаешь, что надеть, бери любимые джинсы, какой-то топ, базовую футболку или что-то более нарядное. Можно хоть с пайетками, любую, реально, весь под низ, набрасывая жакет и все хорошо. Им неудобно в жакетах? Я не знаю, не понимаю людей, которые говорят, что это неудобно. Наверное, я привыкла и у каждого какие-то свои предпочтения. Я заказывала этот жакет в Zara, он не был супер дорогим. У меня размер XS, и я подумывала поменять на размер больше. Кстати, на сайте он выглядел чуть-чуть другим, именно по цвету. Потому что сейчас, особенно при дневном освещении, он иногда даже дает зеленцой. Такой цвет хамелеон, но это даже преимущество, а не недостаток. И, кстати, такая расцветка супер универсальная, будет ко многому подходить. К любым джинсам, к любым брюкам, под низ, что угодно можешь надеть. И, ну, не могу сказать, что это прям супер жакет, как бывает в Zara. Когда я набросила его поверх водолазки, которую я вам показывала от AIMGLO, я поняла, что у меня получилось какое-то просто идеальное сочетание. Поэтому оставлю, насчет размера подумаю. За этот наряд я получила просто массу комплиментов в инстаграме. Мы собирались на обед к свекрови, и я думала, что бы такое вот надеть, чтобы и не сильно вырядиться, при этом выглядеть женственно, и чтобы мне было удобно, потому что мы были с детьми там присесть, нагнуться, что-то сделать, что-то помочь. И это тоже неофициальный прием. Я взяла костюм от AIMGLO. Показывала вам полный наряд в инстаграме. Вам так понравилось, еще и сфотографировалось. В общем, мне нравится, что это такие универсальные вещи, которые можно носить и вместе, и по отдельности. В них нет ничего лишнего. И также не обязательно этот костюм надевать с каблуками. Можно взять кроссовки или грубые ботинки, грубые сапоги, поверх косуху или классическое пальто. У них фантастическая пряжа. Здесь вот в составе 50% шерсти. То есть, несмотря на то, что это трикотаж, в нем реально тепло. Еще мне очень нравится то, что спереди в юбке есть такой легкий запах и разрез. То есть, когда идешь, немного видна нога, но не показано ничего лишнего. Да, это все как раз о бренде AIMGLO, потому что у них всегда, вы знаете, все в меру, можно сказать. И, между прочим, у них супер стильный инстаграм, где также можно почерпнуть разные идеи. Поэтому я с удовольствием пролистываю их какие-то варианты образов. Тоже поделюсь с вами контактами внизу в инфобоксе. Чуть не забыла сказать, что в моем инстаграме на днях также будет проходить конкурс от меня и AIMGLO в инстаграм. Чуть не забыла сказать, что в сторис моего инстаграма будет проходить еще и конкурс с AIMGLO, в котором можно будет выиграть любое изделие на ваш вкус. Обязательно участвуйте, не пропустите. Если вам что-то понравилось, то поделюсь с вами еще и промокодом, который дает целых 15% скидки на все покупки. Я не знаю, как вы отнесетесь к следующему наряду, но я себя в нем чувствую очень интересно, так свежо, необычно. На самом деле эти брюки я приобрела давненько в Страдивариусе, но сейчас брюки-клеш можно найти практически в каждом магазине. Сейчас еще и начали появляться модели с разрезом спереди. Это еще больше вытягивает силуэт. Но даже когда я показалась мужу, он сказал, вау, какая ты высокая. Я надеваю эти брюки с каблуками и получается роскошно. Ткань могла бы быть поплотнее, но в принципе ничего не просвечивается. У меня размер XS, они тянутся и даже немножечко утягивают, скрывают все недостатки. В общем, такой выход из зоны комфорта у меня получился. Если вы будете интересоваться, то приталенный жакет без бортиков у меня из Zara. Я покупала его давно. Цвет похож на тот, который у меня в новом жакете. Но этот жакет, который вы видели только что в образе на мне, он не так просто, не так легко сочетается. Я надеваю его более элегантным образом. Под жакеты, под джинсовые куртки я часто надеваю всевозможные топы. И также поверх рубашки. Это сейчас тоже модно. Это интересно. Когда вот впервые увидела такой вариант наряда, я подумала, я такое не буду носить. Это странно. Но потом, чем больше ты смотришь разные картинки, фотографии, ты думаешь, померю и я. Я вам показывалась несколько раз в этом топе. Это тоже I'm Klo. Заказывала его давно, по-моему, осенью. Он такой же мягкий, как водолазка. Эти топы есть в разных расцветках. Мне нравится то, что он с таким квадратным как бы вырезом. И даже летом спокойно можно будет его надевать, потому что он не призван нас греть, но при этом он тоже не просвечивается. Можно носить без бюстгальтера на голое тело. Если вас все-таки смущает открытый живот, вы хотите надевать такую вещь на работу, или просто дресс-код не предполагает открытые участки тела, то с таким же вырезом есть еще и классические топы. Вот такие они хорошо тянутся. Я даже не помню, какой размер я взяла. Возможно, это универсальные. Я обязательно дополню информацию. И они также есть в разных цветах. Черные заказала, потому что черного у меня такого плана не было. И, конечно же, трикотаж здесь точно такой же. Эта пара обуви, скорее всего, поедет обратно. Я покупала эти лоферы в Zara. Я люблю также светлую обувь. И это еще и более практично, чем темная. Не видно пыль и грязь не так бросается в глаза. В общем, мне хотелось такие лоферы прям на каждый день. Они кожаные, тоненькие, на теплую погоду. А була побежала и вообще забыла о них. Но не тут-то было. Когда я их распаковала, они были в коробке. Все как положено. Но такое впечатление, что они как пожившие. Они помятые. И краска не очень ровно легла. Издалека это не очень-то и заметно. Но это не самая бюджетная пара обуви. Я подумала, что чем дальше, тем только хуже будет. Поэтому я или поменяю, может, мне попалась именно такая пара. И в принципе, вот те, которые из Massimo Dutti у меня, вот как-то в них нога смотрится более аккуратно. Здесь же видно вообще каждый пальчик. То ли кожа тоньше, то ли она мягче. Ну вот, или для идеальных ног, или, не знаю, вот видите, за такую цену еще ищу им какое-то оправдание. Нет. Придется им отправиться обратно. И если я все-таки подумаю, заказать, то, наверное, Massimo. Потому что эти что-то меня как-то, ну, совсем не порадовали. На Золанду заказала футболку от бренда Uterk. Не помню, какой это размер, но он очень условный. То ли S, то ли XS. Она просто квадратная. Кстати, приятный хлопок, такой плотненький. Надеюсь, что она будет хорошо носиться. Не люблю, когда рука в облипку. Здесь, как видите, все свободно и тоже подстреленный. Мне не нравится. Он чуть-чуть урлиненный. И также спереди такая скромная надпись In-Out. То есть вариация на тему базы. Те футболки, которые у меня были с разными надписями, они, к сожалению, уже износились. Рассчитываю на то, что пусть чуть-чуть дороже, но на дольше. Одна из самых ярких вещей сегодня. Да, меня больше как-то тянет на более спокойную цветовую гамму. Возможно, когда наступит настоящая весна, все поменяется. Но пока что так. Мне в шопинг-блоге очень понравилась эта ветровка. Не только по фасону. Она не просто мешковатая. Можно подчеркнуть талию. Здесь затянуть шнурочки. У нее здесь есть замочек. Все прикрывается. И в принципе предназначение. Потому что это не просто накидка. Это не что-то, что надеваешь, когда чуть прохладно. Очень часто я гуляю с собакой по таким местам, где очень сильно дует ветер. И такая вещь будет защищать меня именно от таких погодных условий. Когда будет прям тепло, то в кожзаме не очень комфортно. Становится жарко. Как-то так неуютно, скажем так. Но я осознанно покупала ее, потому что понимала, для чего она мне нужна. Также в этой вещи есть подкладка. Ну и, наверное, если бы она была какого-то другого цвета, типа черного, я бы еще прошла мимо. Ну а тут такая свежая, сочная зелень, перед которой я не устояла. Вот. Так что буду ходить с Микусей, если увидите где-то яркое пятно, то это буду я. Очень интересный джемпер, тоже тайм-клосс, V-образным вырезом. Он такой слегка удлиненный и на высоких девочек. А если вы такого роста, как я, то можно носить в качестве такого удлиненного варианта, с кожаными леггинсами, с кожаными шортами, юбкой. С чем только пожелаете. Здесь также такой вырез, как мне нравится. То есть можно носить вот так, или оголять одно плечо, или сразу два, слегка его приспускать. Причем он не сползает, он так и остается в нужном положении. В составе 50% шерсти, то есть он еще и тепленький, и рукав можно подвернуть. То есть, опять же, высокие девочки, внимание. И есть красивые цвета, там такой был розовый, я все думала голубой или розовый, думаю, возьму голубой. Потому что голубых вещей в моем гардеробе прям катастрофически мало. Хотя, в принципе, мне кажется, что мне в голубом неплохо. И с джинсерами, с белыми кедами обязательно буду носить и наслаждаться весной. Мне кажется, у меня сейчас половина гардероба в бежево-таких серо-коричневых тонах. Ну, увидела это платье, и я обожаю свое черное с таким вырезом. Уже везде его носила, везде в нем была. И подумала, что для разнообразия можно взять еще и такое. Это тоже трикотаж. Кстати, он не просвечивается, хорошо тянется. Оно гораздо короче, чем мое черное из манго. Между прочим, еще и приятнее материал, чем в том из манго. А вырез здесь точно такой же. Это супер женственно. Это может быть нарядно. Или куда бы вы ни шли, надеваешь, ну, правда, где можно показать чуть-чуть декольте. Ну, а так, это собирает всегда массу комплиментов. И очень женственно себя ощущаешь в такой вещи. Поэтому держу себя, чтобы не заказывать еще больше. И также в этом платье есть разрез сзади. Я обязательно оставлю вам ссылку внизу. Они есть и кремовые, и белые, и черные. Там разные-разные цвета. Теперь, внимание! Я впервые в жизни купила себе бейсболку. Это тоже сейчас такой трендовый аксессуар. Они есть из разных материалов. Я нашла в Заре бежевую, такую слегка плюшевую, чуть-чуть объемную за счет именно такой фактуры. И сейчас надену. Скажите, нравится вам или нет. Кстати, очень часто я ношу головные уборы не потому, что так красиво, а потому, что так теплее. Я, правда, сейчас наделаю ее без зеркала. Поэтому есть как есть. Необычно, непривычно. Нужно ее отрегулировать как-то сзади. Есть липучка. Буду пробовать такой модный эксперимент за счет небольшого аксессуара. В основном у меня, как вы знаете, базовый гардероб, довольно спокойный. Поэтому разнообразные аксессуары спасают меня в разных ситуациях. Мне, конечно, интересно будет, что напишите вы. Но главное самому кайфовать от того, что ты надеваешь. И последнее на сегодня, то, что тоже интересовало многих. Но я немножечко поругаю, чуть-чуть похвалю. В общем, как всегда. Покупала я все это дело в Заре. И с дуру сразу поснимала этикетки. Подумала, боже, это так красиво. Потом померила платье. Испачкала тональником. Поэтому платье точно останется со мной. Хотя супер удачным я не могу его назвать. Так как, как вам сказать, когда надеваешь, все хорошо. Но когда идешь, то внизу, а это платье миди. Оно прикрывает мне колено. Оно немножко подскакивает. И в области вот нижнего шва как бы тянет. Это выглядит не очень эстетично. Бывает все более аккуратно. Но само по себе платье с такой проймой английской. Мне нравится и цвет, и то, что это такая ручная вязка. Как бы сейчас не очень виден узор. Но я постараюсь вам как-то заснять телефоном, чтобы было понятно. Кардиган я выбирала отдельно. Здесь отличается узор вязки. Но издалека это незаметно. И многие думают, что это какой-то костюм. Пуговки здесь такие интересные. С бисером. Могу сказать, что это была необдуманная покупка. А уж тем более необдуманное действие, когда я сразу поснимала все этикетки. По ощущениям это хлопок. Возможно, с какой-то примесью синтетики. Но это точно не парит. Цвет бежевый. Красиво будет выглядеть. А с какой-то обувью. Такой на плоском ходу. Или же с лодочками замшевыми. Конечно же, это будет самый удачный вариант. Ну а платье сейчас есть разнообразное. Такой проймой. Не обязательно такое. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Вы вдохновились на весну. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.